Выкол хомки у нас, ой, страшно, не трогай, не трогай, пускай бегает, пускай бегает, как заведенная игрушка бегает. Вообще чудо природы какое-то, да? Весь в опухолях и так носится, бля, такая тяга в жизни. Я поражаюсь каждый раз, я думала он до нового года не доживет вообще. Он думает, наконец-то вы меня выпустили. Ну, так смотри, он оказывается такой еще бодряк. Может нам днем и Люсеньку не пускать? Да, так целый день по кругу. Если бы мы сидели на карантине, как все, это можно было бы тут делать. Пускай идет, но он же сейчас выйдет. Да, как ты знала? А ты знал, что он выйдет? Вот иди знай, да? Кто думал, что он проживет еще целый год или больше? У него давно уже опухоль. У него первая опухоль была еще когда нам его дали. Пошел, короче. Ему тогда еще не было, нет, ему был год. У него была первая опухоль. Он пошел туда. Ника, тут уже нет. Ну, он должен... Выйти. Должен выйти, только я его не вижу. Я его слышу. Вот он, вот он, вот он. Да, забираю. Смотри, как разошелся прям, да? Да. Расхатился прям. Так, Ника. Вставил. Ну, скажите, люди, вот где здесь логика? Где потом... О чем потом говорить? Нужно было его год назад сделать ему операцию, и он бы умер. Либо вот оставить как есть, и вот он живет до сих пор. Вот как тут? Пойди, знай. Как правильно сделать потом. Да. И потом каждый начинает рассуждать там. А вот это правильно, а это неправильно. Не, ну давай просто я покажу ему, что... Можно много рассуждать, а... Оперировать... Правду мы никогда не узнаем. Здесь именно оперировать невозможно, потому что у него и снаружи, и внутри он в опухолях абсолютно, абсолютно весь. У него было здесь две опухоли большие, он их сам разгрыз, сам выгрыз, и они полностью зажили. В животе у него так же, вот здесь сбоку еще. В животе так же чувствуется он как мешочек с горохом просто. Так он уже сколько, ты скажи, такой мешочек с горохом? В таком состоянии он уже месяцев пять. Был хуже, да. Он сам себе сделал операцию, сам был без опухоли. Я же говорю... Он вообще был такой, что он не мог нормально ходить, он как пузом лежал, практически там ползал. Да, да. А теперь он бегает на вытянутых лапках. На диван его посмотри, пусть по дивану бегает. Он с дивана свалится, ты видишь, как он носится? Да, да. Он как машинка в одном устройстве. Где он? Ника, иди сюда. 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 Ника, ко мне. Только так понимаешь. Пропал. Сейчас он где-то в стену упрется, и по инерции пойдет в другую сторону. Он выйдет таким образом. Он там уголой где-то сидит, наверное. Да не сидит он. Да? Он не умеет сидеть на месте. Только он уже вышел. Что, ты держишь ее? Угу. Заколебал аж. Вот, смотри. Он зашел, короче, вот туда вот за эту штуку, а там пройти некуда. И он... Ты тычется. Как это? Как робот, да? Тын-тын-тын. Нет хода. Вытянул за собой ту руку. Да, вытянул. Смотри, видишь, он реально как машинка заводная. Тунц, тунц, тунц. Опять не туда. Слушай, ну так носится. Ничего себе, энергии сколько. Я же его кормлю хорошо. У него очень хороший аппетит тоже. А кто-то напишет, его надо было давным-давно усыпить, чтобы он не мучился. А где он мучается? Ну да, вот где мучается. Как вот понять? А куда он делся? Там что, был проход? Проход. И он в него пролез. Интересно выяснит ли он обратно? Ну все, теперь хомяк будет жить в шкафу. А сколько ему было лет? Тун, 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 тун. Сколько ему? Ему получается в августе, в начале августа он родился, ему было бы три. Август. Как обратно посчитать? Не кричит там. Год? Ольга. Два года и девять месяцев. Получается. Да, он там обычный канал проходит. Кто бы мог подумать? Мы-то привыкли, что крысы не проходят. А матрос похудел, он такой... Вон он. Вышел. Я думала, что он выйдет. Там же что же он потыкается еще? Два года и девять месяцев. Да они вообще живут до трех, да? Обычно. Ну, по-разному они живут. Ну, максимум сколько? Ну, максимум до трех, да. Ну, как бы, ну, как и крысы. Ну, так... Все его родственники. Вряд ли обычно они до трех доживают в таком состоянии, правильно? А этот уже в таком состоянии сколько живет. Да. Так я же говорю, я думала, он до Нового года не доживет. Уже середина апреля. Два и восемь. Давай, вы уже, это, лови. Хватит уже, у меня стресс и так был. У меня уже мысли, как я две шкафы двигаю. Ну. Вот такая вот зайчка. На тросик. Копает, копает такое, типа, пусти меня, выпусти меня. Ну, разу сейчас лучше. Он как Пипа. Вот у Пипа такой был старик нервный. И этот, копает меня. Все нипочем у меня. Да. Все. Побегал, хорош. Ой, Ники, висели, да? Ну. И гораздо лучше для хомяка, выпустить его побегать по квартире, чем бегать он будет в колесе. Не, ну конечно, если у вас чили в полу, то не надо. Пошли такие висят, да? Класс. Понь-понь. Понь-понь. Смешная. Разнообразие, да, у Ники? Мыши, крысы, помечки, паучки, тараканы. И все мы любим, да, Ника, скажи? Что ты там? Кого ты там увидел? Кто? Где? Мой любимый огурчик. Умывается. Пылюки нацеплял у нас, если побегать, под шкафом. Кстати, у меня сильно много пылюки под шкафом, оказывается. Смотри, я выберюк, набросился. Кушает куш, таренька, матросик кушает, а курченька. Вот туда смотрит, не в камеру. В камеру, не в камеру, всем привет от Ники. Да, Ника уже научилась в камеру смотреть Ой, не наигралась Тоже хочешь огурчик? Сейчас Лёсеньку тебе выпустим Наиграешься с Лёсенькой Еле увернулась Да, увернулась Что, скажи Ника Скажи красиво что-нибудь в камеру Ника, Коля Ой, молодец Еще скажи привет Красиво скажи Николя Ой, красиво Самая красивая Оперная певица Собака Все началось с того, что я хотела помыть клетку у Шифрана Почему оперная? Потому что она там такие Да, по утрам Так же, так же Пойду я мыть клетку Да Все Все Всем пока Скажи пока всем Скажи, Ника Скажи Все, не скажу Такие вот дела Угу Ой, это ты что? Ой, это ты что? Ой Красиво Молодец, Ника Вот она с вами и попрощалась Всем пока Скажала Скажала Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому